Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой «Совершенный код» Стива Маконова. И сегодня начнем, ну и я думаю закончим, главу 30, но не книгу. Глава 30 называется «Инструменты программирования». Некоторые вещи в этой главе, можно сказать, немного устарели, но не для всех сред, потому что среды или операционные системы разные бывают, поэтому я все-таки решил вас все-таки познакомить с этой главой. Итак, приступим. Современные инструменты сокращают время конструирования. Передовой набор инструментов и знание этих средств позволяет повысить производительность более чем на 50%. Программный инструментарий также позволяет уменьшить объем однообразной и монотонной работы. Собака может и лучший друг человека, но хорошие инструменты – лучшие друзья программиста. Как уже давно выяснил Барри Бом, 20% инструментария используется приблизительно в 80% случаев. Если вы не знакомы с каким-то из наиболее полезных инструментов, вы упускаете шанс облегчить себе жизнь. В этой главе мы поговорим об инструментах для конструирования. Темой нашего разговора будут не конкретные средства, а их разновидности. Некоторые инструменты настолько широко распространены, что упоминаются по имени, номеру версий, имени продуктов и по имени компании. Но имена компании меняются быстро. И информация о некоторых продуктах может быть устаревшая. Итак, инструменты для проектирования. Существующие инструменты для проектирования в основном представляют собой графические средства, позволяющие создавать диаграммы проекта. Иногда они встроены в программное обеспечение для автоматизированной разработки, с более широкими функциями. Некоторые поставщики рекламируют инструменты для проектирования, как самостоятельные средства для разработки. Проектирование с помощью графических инструментов позволяет использовать для проекта стандартные графические нотации, UML-архитектуры, архитектурные блок-схемы, иерархические диаграммы, диаграммы связи сущностей или диаграммы классов. Некоторые инструменты поддерживают только одну нотацию, другие несколько. Может показаться, что инструменты для проектирования всего лишь необычные графические пакеты. Однако они обладают возможностями, которых в обычных графических пакетах нет. Если нарисовать схему с помощью кружков и стрелочек, а затем удалить один кружок, графическое средство проектирования автоматически перестроит другие элементы, включая соединительные стрелки и кружки более низкого уровня, которые взаимодействовали с удаленным кружком. Инструментарий берет на себя служебные операции и при добавлении нового кружка. Средство проектирования позволяет перемещаться между уровнями абстракции. Инструмент проверит целостность проекта, а некоторые могут создавать код на основе разработанного проекта. Инструменты для работы с исходным кодом. Инструменты для работы с исходным кодом обладают более широкими и развитыми возможностями в сравнении со средствами, предназначенными для проектирования. Интегрированные среды разработки. Еще их называют IDE. По некоторым оценкам, до 40% рабочего времени программист тратит на редактирование исходного кода. В таком случае покупка и DE – хорошее вложение денег. В дополнение к основным функциям по обработке текста, хорошие среды разработки предлагают следующую функциональность. Компиляция и поиск ошибок, не выходя из редактора. Интеграция с системой управления версиями, средствами тестирования и отладки. Сжатое или развернутое представление программы – имеется в виду вывод имен классов или логических структур без показа их содержания, также называемый свертыванием. Переход к определениям классов, методов и переменных. Переход к любым местам использования класса, метода или переменной. Форматирование в соответствии с используемым языком. Интерактивная подсказка для языка, редактируемой программы. Поиск соответствующих скобок. Шаблоны для часто применяемых языковых конструкций. Например, редактор может ввести полную структуру цикла FOR после того, как программист наберет слово FOR. Интеллектуальные отступы. Автоматизированное преобразование и рефакторинг кода. Создание макросов на знакомом языке программирования. Список строк для поиска, который позволяет не набирать повторно часто используемые строки. Регулярное выражение в операциях поиска и замены. Поиск и замена в группе файлов. Одновременное редактирование нескольких файлов. Параллельное сравнивание файлов. Многоуровневая операция отмены. Кстати, есть программы, поддерживающие все перечисленные возможности. И, я бы сказал, даже больше. Поиск и замена строк в нескольких файлах. Если ваш редактор не поддерживает поиск и замену строк в нескольких файлах одновременно, вы можете, тем не менее, найти дополнительные ресурсы для выполнения этого задания. Эти инструменты позволяют искать все вхождения, названия, класса или метода. Обнаружив ошибку в своем коде, вы можете использовать такой инструмент для поиска похожих ошибок в других файлах. Вы можете искать точное совпадение строки, похожие строки, без учета регистра символов, или использовать регулярные выражения. Регулярные выражения представляют собой особенно мощные возможности, поскольку позволяют производить поиск, применяя сложные строковые шаблоны. Одной из утилит, одной из их много, но одной из утилит, которая занимается поиском строк, и можно задать регулярные выражения. Так вот, одной из этой программ, или утилитой, является программа Grab, которая очень удобна, ну это я уже от себя говорю. Она очень удобна в плане, если выводится логирование, к примеру, на консоль, и вам нужно отсеивать только по определенным тегам сообщения. Grab будет вам очень большим помощником. Что такое Grab? Ну, вы можете гуглануть и посмотреть. Дальше, точно так же, с помощью Grab, можно просмотреть большой лог-файл, а иногда лог-файлы могут занимать не то, что десятки килобайт, а десятки мегабайт информации. Соответственно, искать, открыв какой-то редактор и контроль F, и искать какие-то там слова, не всегда удобно. Можно воспользоваться утилитой Grab. Ну, это я от себя добавил, и идем дальше. Инструменты для сравнения. Если вы сделали несколько попыток исправить ошибку, и хотите удалить неудачные попытки, то программа сравнения сопоставит исходный и исправленный файлы, и перечислит измененные строки. Если вы работаете над проектом вместе с другими людьми, и хотите увидеть, какие исправления они внесли с тех пор, как вы работали с кодом в последний раз, программа сравнения сравнит текущую версию с последней версией кода, над которой вы работали, и покажет различия. Такая функциональность часто встроена в средства для контроля исправлений. Ну, одной из такой программ является программа DIFFER. То есть, ее тоже нужно иметь у себя в инструментарии. Потому что порой действительно нужно сравнивать, а что же было до изменений. Соответственно, и системы контроля версий также имеют в своем наборе различные утилиты по типу DIFF, которые могут показать, как изменен код, ну, в соответствии с, точнее, разницу кода, который лежит в репозитории, и который у вас лежит локально. То есть, это нужно, это довольно часто используется. Используется. Особенно перед тем, как заливать код в репозитории, желательно пробежаться утилиткой DIFF и посмотреть, не сделали ли вы каких-нибудь, ну, скажем, тестовых изменений, да, которые работать будут только у вас, а на сервере они работать не будут или не будут работать у другого человека. Инструменты для слияния. Один из видов контроля исправлений заключается в блокировании исходных файлов. Так, что только один человек может их модифицировать. Можно также позволить нескольким сотрудникам работать с файлами одновременно, а при регистрации производить слияние изменений. Предназначенные для этого инструменты обычно выполняют слияние простых изменений автоматически, а в сложных случаях и при возникновении конфликтов обращаются к пользователю. Ну, для этого есть тоже инструменты, они называются Merge, Merge Tool какие-то там, которые позволяют действительно несложные изменения, если они были от двух людей, так сказать, с Merge, да, слить. Но если не получается слить, то такие утилиты обычно создают две копии, точнее, копию с одним файлом, скажем так, до изменений, и вторую копию после. И переименовывают их. И всегда программист может увидеть сразу же, что где-то Merge или слияние не получилось, то есть автоматически. И обычно нужно ручками открывать файлы и Merge. Программы для украшения исходного кода Программы украшения исходного кода выделяют имена классов и методов, стандартизируют стиль отступов, единообразно форматируют комментарии и так далее. Некоторые из них могут помещать каждый метод на отдельную веб-страницу или на печатную страницу и форматировать код. Большинство инструментов позволяет настраивать способы украшения кода. Программы для украшения кода бывают двух видов. Одни используют исходный код как входные данные и не изменяют исходного кода. Другие изменяют сам исходный код, стандартизируя отступы, форматируя списки параметров и так далее. Это полезно при работе с большими объемами унаследованного кода. Да, кстати, есть одна из таких программ, это Vim или Emax, к примеру, там существует возможность гибкой настройки, очень гибкой настройки. Можно написать свои скрипты. Но фишка в чем? Часто бывает, что вы работаете с одним стилем, а другие программисты с другим стилем. Так вот, можно настроить для себя один стиль. То есть получается, ну, к примеру, табуляция, так уж принято в компании, табуляция есть как табуляция, то есть не пробелы. Вы же для себя можете выставить, ну, в такой программике, как Vim, к примеру, что, чтобы она переводила вам существующий, да, там принятый компанией коды стайл в ваш. Ну, к примеру, фигурные скобки в языке C или C++. К примеру, был принят стандарт, что они должны все начинаться не на новой строке, ну, а открываться на той же строке, где, к примеру, там операторы if или описание функций. Но вам это не нравится. Соответственно, можно настроить так, чтобы программы преобразовывали этот код в соответствии с вашими пожеланиями. И вы работали в комфортной для себя обстановке. Дальше, когда вы заливали этот код, то все изменения по поводу форматирования кода оставались бы такие, которые там приняла компания. То есть вы для себя фигурную скобку на новой строке делаете, для вас это комфортно. Заливаете на сервер, а там фигурная скобка не с новой строки, а там, где ей как бы и положено быть. Ну, где-то так, короче. Есть такие возможности, да, поэтому, поэтому тоже об этом нужно знать. Потому что не всегда удобно потом это все форматирование возвращать обратно и заливать на сервер. Это очень долго. Итак, средства документирования интерфейса. Некоторые инструменты извлекают подробную документацию по программному интерфейсу из файлов с исходным кодом. Код в исходных файлах содержит некоторые подсказки, например, поля собачка тег или там собачка description, определяющие текст, который следует извлечь. Инструмент для документирования интерфейса извлекает помеченный текст и представляет его в красиво отформатированном виде. Ну, одним из примеров такого инструмента может служить java.doc. Ну, или документация Qt. Ну, короче, есть инструменты для автоматической документации. Один из таких инструментов, если вы не знаете, есть doc.sujen. Очень удобная вещь. При написании кода вы сразу же делаете комментарии с определенными тегами. И, если все делать красиво и правильно, то в любой момент времени вы всегда можете сгенерировать документацию, будь она в виде HTML, PDF, RTF, doc, ну, там множество форматов. Более того, можно сгенерировать диаграмму классов и много всего полезного. Поэтому возьмите себе на заметку те, кто не знает, что такое doc.sujen. Шаблоны. Шаблоны упрощают задачи ввода данных с клавиатуры. Допустим, вы хотите добавлять стандартный пролог к комментарию перед началом ваших методов. Вы можете создать скелет такого пролога с использованием правильного синтаксиса и поместить в него нужные элементы. Этот скелет станет шаблоном, который вы сохраните в файле или назначите клавиатурному макросу. При создании нового метода вы легко вставите шаблон в файл с исходным кодом. Шаблоны позволяют настроить как крупные сущности, скажем, классы и файлы, так и небольшие структуры вроде циклов. При работе над групповым проектом шаблоны могут стать простым способом достижения согласованного стиля кодирования и документации. Ну, кстати, один из таких инструментов в Visual Studio, я помню, был Visual Assist. Там действительно можно было создавать шаблоны. То есть мы могли, к примеру, писать void, а там помечать, что для void предлагать вот такие варианты и описывать свои шаблоны. И вылазило окошечко, где нам оставалось только внести перемены. Ну, к примеру, пишем for. Сразу же вылазит окошечко, ну, это все настраивается, где мы просто имена перемены. Не i, к примеру, а n. Пишем n, ну, одна перемена, да, и этот диапазон, ну, к примеру, там 10 тысяч. Нажимаем Enter, и у нас уже готовый цикл for, в котором int i равно 0, пока i меньше там 10 тысяч, и i++. Ну, что-то типа такого. Но эти шаблончики были очень удобны для как раз документирования в стиле Doxygen. Только я создаю какую-то функцию или пишу класс, сразу же вылазит окошечко, которое сразу же может спрашивать у меня имя класса. Я его ввожу, нажимаю Enter, и получаю готовый файлик с конструктором, деструктором, с операторами копирования, присваивания, ну, и со всем этим добром. Очень удобная штука. Ну, это было Visual Studio Visual Assist. Как другие инструменты в других ИДЕшках называются, не помню. Но тоже об этом нужно знать. Средства создания перекрестных ссылок. Инструментарий по созданию перекрестных ссылок перечисляет переменные и методы, и все места, где они применяются. Генераторы иерархии классов. Генератор иерархии классов предоставляет сведения о деревьях наследования. Это бывает полезно при отладке, но чаще всего применяется для анализа структуры программы или для разбиения программы на модули, пакеты или подсистемы. Такая функциональность иногда реализована и в ИДЕ. Анализаторы качества кода. Инструментарий этой категории исследует статический исходный код с целью оценки его качества. Программы углубленного контроля синтаксиса и семантики. Средства контроля синтаксиса и семантики осуществляют более тщательную проверку кода, чем это обычно делает компилятор. Ваш компилятор может проверять наличие только элементарных синтаксических ошибок. При углубленном контроле могут учитываться нюансы языка, что позволяет проверить наличие более коварных ошибок. Есть такие статические анализаторы кода. Тоже советую вам о них почитать. И дело в том, что они действительно позволяют находить те ошибки, которые компилятор пропускает. К примеру, может быть, некий цикл while, в котором и условия, while true, вместо true, к примеру, и равно нулю. Просто равно. Не 2 равно, а равно 0. То есть цикл будет там... Ну, то есть по факту это ошибка. По факту это ошибка. Статические анализаторы кода на это обращают внимание. И они обращают много на что внимания. Поэтому очень полезная вещь. Советую. К примеру, раньше там не все компиляторы языка C++ могли предупреждать о неинициализированных переменных. Ну, старые компиляторы. Статические анализаторы кода всегда об этом говорили, что переменная у тебя неинициализирована. Ну, и так далее, и тому подобное. Генераторы. Генераторы отчетов о метриках. Некоторые инструменты составляют отчет о качестве кода. Например, средства, сообщающие о сложности каждого метода, позволяют направить наиболее сложные функции на дополнительное рецензирование, тестирование и перепроектирование. Некоторые средства подсчитывают количество строк кода, объявлений данных, комментариев и пустых строк как для всей программы, так и для отдельных методов. Они отслеживают дефекты, внесенные конкретными программистами. Затем фиксируют изменения, сделанные для исправления дефектов, и программистов, внесших эти правки. Они подсчитывают количество модификаций программного обеспечения и выделяют процедуры, которые исправляются чаще всего. Установлено, что средства анализа сложности положительно влияют на производительность сопровождения, увеличивая ее примерно на 20%. Итак, рефакторинг исходного кода. Несколько инструментов оказывают помощь при конвертации исходного кода из одного формата в другой. Инструменты для рефакторинга. Программа рефакторинга поддерживает процесс рефакторинга кода как в автономном режиме, так и с интеграцией в IDE. Браузеры рефакторинга позволяют легко изменить имя класса по всему исходному коду. Они дают возможность создавать новый метод, просто выделив код, который в него нужно перенести, указав имя для этого нового метода и перечислив список параметров. Средства рефакторинга делают процесс изменения кода более быстрым и менее подверженным ошибкам. Инструменты для реструктуризации. Программа реструктуризации преобразует тарелку спагетти кода с операторами GoTo в более питательное блюдо из структурированного кода без GoTo. Кейперс Джонс сообщает, что в процессе сопровождения средства реструктуризации могут повысить производительность на 25-30%. В программе реструктуризации при конвертации кода приходится делать массу допущений. И если логика оригинала была ужасной, она останется такой и в сконвертированной версии. Однако, если вы выполняете преобразование вручную, вы можете использовать этот инструмент для простых вариантов, а сложные участки обработать вручную. В качестве альтернативы можно прогнать код через программу реструктуризации и использовать результат как отправную точку для ручного преобразования. Трансляторы кода Некоторые инструменты переводят код с одного языка программирования на другой. Транслятор позволяет перенести большой объем кода в другую среду. Учтите, однако, что если вы изначально имеете плохой код, транслятор просто переведет этот плохой код на другой язык. Управление версиями. Справиться с быстро растущим количеством версий программного обеспечения позволяют инструменты управления версиями, которые предоставляют следующие возможности. Управление исходным кодом. Управление зависимости наподобие того, что делает утилита Make в операционных системах Unix. Управление версиями проектной документации. Установка соответствия между элементами проекта, такими как требования, код и тестовые данные, чтобы в случае изменения требований вы могли определить, какой код и какие тесты будут затронуты. Словари данных. Так называются базы данных, которые описывают важную для проекта информацию. Во многих случаях словарь связан преимущественно со схемами баз данных. В больших проектах такой словарь служит для отслеживания сотен или тысяч определений классов. В больших групповых проектах они позволяют избежать конфликтов имен. конфликт может быть просто синтаксическим и более запутанным, при котором различные имена служат для обозначения одного и того же понятия или одно и то же имя обозначает немного разные вещи. Для каждого элемента данных словарь содержит имя и описание. Кроме того, в нем могут содержаться пояснения относительно применения элемента. Инструменты для работы с исполняемым кодом Средства для работы с исполняемым кодом столь же разнообразны, как и инструменты, предназначенные для исходного кода. Создание кода Инструменты, описанные в этом разделе, оказывают помощь при создании программы. Компиляторы и компоновщики Компиляторы преобразуют исходный код в исполняемый. Большинство программ предназначено для компиляции, хотя еще встречается и интерпретируемый код. Типичный компоновщик связывает один или несколько объектных файлов, которые компилятор сгенерировал из ваших исходников со стандартным кодом, необходимым для создания исполняемых программ. Компоновщики, как правило, могут объединять файлы, созданные на разных языках, позволяя вам выбирать язык, наиболее подходящий для каждой части вашей программы и не задумываться над деталями интеграции. Оверлейные компоновщики помогают вместить 10 фунтов в 5-фунтовый мешок, создавая программы, выполняющиеся в меньшем объеме памяти, чем требуется для их размещения. Оверлейный компоновщик создает такой исполняемый файл, который в любой момент времени загружен в память только частично, а оставшаяся часть хранится на диске до востребования. Инструменты для сборки Инструменты сборки ускоряют создание программы из текущих версий файлов исходного кода. Для каждого объектного файла вы указываете исходные файлы, от которых он зависит, и правила его создания. Программы сборки также устраняют ошибки несогласованности исходных данных. Они гарантируют, что все файлы будут приведены в согласованное состояние. К распространенным средствам сборки относится утилита Make, ну или уже сейчас более популярна CMake, в Unix и End используемая в Java программах. Допустим, у вас есть какой-то объектный файл userface.obj В Make файле вы определяете, что для создания userface.obj нужно скомпилировать файл userface.cpp Вы также указываете, что userface.cpp зависит от userface.h stdlib.h и project.h зависит от, просто означает, что если файлы userface.h stdlib.h и project.h изменяются, то файл userface.cpp надо перекомпилировать. При сборке программы утилита Make проверяет перечисленные зависимости и определяет файлы, которые необходимо перекомпилировать. Если 5 из 250 исходных файлов зависят от определения данных в userface.h, в котором произошли изменения, то Make автоматически перекомпилирует эти зависящие от него 5 файлов. Она не трогает остальные 245 файлов, не связанные с userface.h. Использование Make, CMake или End предоставляет альтернативу перекомпиляции всех 250 файлов или ручной компиляции отдельных файлов, чреватую пропуском одного из них и получением загадочных ошибок, появляющихся в результате рассинхронизации. Такие средства, как Make, CMake или End заметно повышают скорость и надежность цикла компиляции, компоновки и выполнения. Но на самом деле CMake использует Make, CMake это просто упрощенная система, которая все равно использует Make. Ну это я так вставил. Так, идем дальше. В некоторых группах найдены интересные альтернативы инструментам проверки зависимости. Так, группа работающая над Microsoft Word выяснила, что полная сборка всех исполняемых файлов проходит быстрее, чем выполнение всесторонней проверки зависимости с помощью Make при условии оптимизации самих исходных файлов. При таком подходе средняя машина разработчика Word может полностью собрать исполняемый файл Word, а это несколько миллионов строк кода примерно за 13 минут. Библиотеки кода. Хороший способ быстро написать высококачественный код состоит в том, чтобы не писать его полностью, а найти версию с открытым исходным кодом. Вы можете найти высококачественные библиотеки для контейнерных классов, сервисов транзакций по кредитным картам, межплатформенных средств разработки. Вы можете написать код, который сможет выполняться в Microsoft Windows, Apple или X Windows System путем простого перекомпилирования в каждой среде. средств для сжатия данных, типов данных и алгоритмов, это то, что вы можете найти, средств для работы с базами данных и манипуляции с файлами данных, средств для работы с изображениями, управления лицензиями, математических операций, инструментов для сетевого взаимодействия и работы в интернете, генераторов отчетов и конструкторов запросов, инструментов для создания электронных таблиц и сеток и так далее и тому подобное. Очень много всего есть в открытом доступе и все эти продукты, ну не все, но много продуктов очень хорошего качества. Мастера для генерации кода. Как насчет того, чтобы кто-нибудь написал код вместо вас? Вам не придется надевать желтый клетчатый пиджак и учиться тараторить как торговец автомобилями, чтобы уговорить кого-то написать для вас этот код. Вы можете использовать инструменты для создания кода и эти средства часто интегрированы в IDE. Инструменты генерации кода обычно ориентированы на приложения для баз данных, но к этому классу относятся и другие программы. Широко распространены кодовые генераторы для баз данных, пользовательского интерфейса и компиляторов. генерируемый им код редко так же хорош, как написанный программистом, но во многих приложениях разработанный вручной код не требуется. Для некоторых пользователей предпочтительнее иметь 10 работающих приложений, чем одно, но работающее исключительно хорошо. Генераторы кода также помогают при создании прототипов промышленного кода. С помощью кода генератора вы за несколько часов смастерите прототип программы, который позволит продемонстрировать ключевые аспекты пользовательского интерфейса или проведете эксперименты с несколькими подходами к проектированию. При ручном кодировании такой ассортимент функциональности потребовал бы нескольких недель работы. Если вы просто экспериментируете, почему бы не сделать это наиболее дешевым способом. Наиболее распространенный недостаток кодовых генераторов в том, что созданный ими код обычно практически не читаем. Сопровождая такой код вы можете пожалеть о том, что сразу не написали его вручную. Программы установки Средства предназначенные для создания программ установки обычно поддерживают работу с дискетами, CD, DVD, флешками или позволяют создавать программы установки через веб. Они проверяют существуют ли на целевой машине общие библиотечные файлы, контролируют номера версии и так далее. Препроцессоры Препроцессоры и препроцессорные макросы помогают при отладке, поскольку упрощают процесс переключения между отладочной и промышленной версиями кода. Если во время разработки вы хотите проверять фрагментации памяти в начале каждого метода, то можете разместить там макросы. В промышленной версии вы возможно не захотите оставлять эти проверки. Тогда можно переопределить эти макросы так, что они вообще не будут генерировать коды. По похожим причинам макросы препроцессора подходят для написания кода, предназначенного для компиляции на нескольких различных платформах. Например, Windows, Linux и Mac. Используя язык с примитивными управляющими конструкциями, например, Assembler, вы можете написать препроцессор управляющей логики, чтобы эмулировать в языке такие структурированные конструкции, как If, Then, Else и циклы While. Если в вашем языке нет препроцессора, вы можете задействовать его автономный вариант как составляющую процесса сборки. Так, отладка. Следующее средство оказывает помощь при отладке. Предупреждающие сообщения компилятора, тестовые леса, инструменты для сравнения, средства профилирования, мониторы трассировки, интерактивные отладчики, как программные, так и аппаратные. Тестирование. Следующие инструменты помогут вам провести эффективное тестирование. Автоматизированные системы тестирования, такие как JUnit, NUnit, CPPUnit и прочее. Автоматизированные генераторы тестов, утилиты для записи и воспроизведения тестовых примеров, мониторы покрытия, это анализаторы логики и средства профилирования, символьные отладчики, программы для стрессового тестирования, к примеру, заполняющие оперативную память, перемешивающие содержимое памяти, генерирующие ошибки при выборочных обращениях к памяти, проверяющие доступ к памяти, средства сравнения, которые сравнивают файлы данных, результаты работы программы и, к примеру, экранные изображения, тестовые леса, инструменты для внесения дефектов и программное обеспечение для отслеживания дефектов. Так, так, идем дальше. Оптимизация кода Средства профилирования Профилировщик следит за работой кода и сообщает, сколько раз выполняется каждый оператор или сколько времени программа затратила на выполнение отдельных выражений или исполняемых ветвей. Профилирование кода во время выполнения действует как доктор, который приставляет стетоскоп к вашей груди и просит вас покашлять. Профилировщик дает вам понимание того, как работает ваша программа, где находятся узкие места, а где нужно настроить код. Ассемблерные листинги и дизассемблеры Однажды вам захочется взглянуть на ассемблерный код, генерируемый вашим языком высокого уровня. Некоторые компиляторы могут генерировать ассемблерные листинги, другие нет, и вам приходится использовать дизассемблер, чтобы заново создать ассемблерный текст из машинного кода, сгенерированного компилятором. Анализ ассемблерного кода, созданного компилятором, показывает, насколько эффективно ваш компилятор преобразует код на языке высокого уровня в машинный код. Он может объяснить, почему высокоуровневый код, кажущийся быстродействующим, выполняется медленно. Если вы плохо знакомы с языком ассемблера и хотите пройти вводный курс, то нет ничего лучше, чем сравнение каждого оператора языка высокого уровня с соответствующими ассемблерными командами, генерируемые компилятором. Первое обращение к ассемблеру часто бывает настоящим открытием. Когда вы увидите, как много кода создает компилятор, настолько больше, чем нужно, насколько больше, чем нужно, вы уже не сможете смотреть на свой компилятор так, как прежде. И наоборот, в некоторых средах компилятор должен генерировать исключительно сложный код. Изучение результатов его работы помогает по достоинству оценить те усилия, которые потребовались бы приложить при программировании на языке более низкого уровня. инструменты и среды Некоторые платформы считаются более подходящими для работы с инструментами, чем другие. Платформа Unix известна своей коллекцией небольших утилит со смешными именами, которые хорошо работают вместе. Это такие, как grab, div, sort, make, crypt, tar, lint, ctax, cid, avk, v и другие. Языки C и C++, тесно связанные с Unix, воплощают ту же философию. Стандартная библиотека C++ состоит из небольших функций, из которых легко формировать более сложные функции, потому что все они хорошо работают в связке. Некоторые программисты настолько продуктивно работают в Unix, что не хотят с ней расставаться. Они используют свои любимые Unix подобные средства в Windows и других средствах. Свой вклад в успех парадигмы Unix внесла доступность инструментов, которые можно применять на других машинах. Так, Cygwin предоставляет Unix подобный инструментарий для работы под Windows. Создание собственного программного инструментария. Допустим, вам дано 5 часов на выполнение работы, и у вас есть выбор. спокойно выполнить работу за 5 часов, или потратить 4 часа и 45 минут, лихорадочно создавая утилиту для выполнения работы, а затем за 15 минут сделать работу с помощью этой утилиты. большинство выберет первый вариант в одном случае из миллиона, а второй во всех остальных случаях. Создание инструментария это один из столпов программирования. Практически все большие организации, такие компании, которые насчитывают не менее тысячи программистов, имеют группы для разработки и поддержки собственных инструментов. во многих из них создан свой инструментарий для работы с требованиями и проектированием, превосходящий предлагаемые на рынке аналоги. Вы можете сами написать большую часть из перечисленных в этой главе инструментов. Возможно, это и нерентабельно, но особых технических препятствий к этому нет. Инструментальные средства для отдельного проекта. Большинству средних и больших проектов требуются специальные инструменты, уникальные для этого проекта. Так, вам может понадобиться средства для генерации специальных видов текстовых данных, чтобы проверить качество файлов данных или программа для эмуляции аппаратной части, которая пока нет в наличии. Ну и далее приведено несколько примеров поддержки в проектах специализированных средств. Аэрокосмическая команда отвечала за разработку программного обеспечения, контроля, инфракрасного датчика и анализа его показаний. Для проверки производительности программы записывающее устройство документировало действия, выполняемые программой во время полета. Инженеры написали собственные средства анализа данных с целью оценить производительность полетных систем. Следующий пример Microsoft планировала включить новую технологию работы со шрифтами в графическую среду Windows. Поскольку и файлы с информацией о шрифтах и программное обеспечение для отображения этих шрифтов были новыми, ошибки могли возникать как в данных, так и в программе. Разработчики Microsoft написали несколько специализированных утилит, которые проверяли наличие ошибок в файлах данных, что позволило проще различать места возникновения ошибок в файлах данных или в программном обеспечении. Следующий пример. Страховая компания разработала большую систему для расчета повышений ставок. Поскольку система была сложной, а к точности предъявлялись повышенные требования, сотни рассчитанных ставок необходимо было тщательно проверить, хотя вычисление одной ставки вручную занимало несколько минут. Компания написала отдельное программное средство для расчета одной ставки, позволяющей делать это за несколько секунд и проверить ставки, полученные из основной программы гораздо быстрее, чем при проверке ставок вручную. Планируя проект, необходимо подумать об инструментах, которые могут понадобиться и выделить время на их создание. Сценарии Сценарии это инструмент автоматизации повторяющихся рутинных операций. В некоторых системах сценариями называются командные файлы или макросы. Сценарии могут быть простыми и сложными, а наиболее полезные из них очень легко написать. Например, я веду дневник и для защиты конфиденциальной информации всегда держу его в зашифрованном виде. Кроме тех моментов, когда делаю в нем записи. Чтобы быть уверенным, что я всегда шифрую и дешифрую его надлежащим образом, я использую сценарий, который дешифрует мой дневник, запускает текстовый процессор, а затем шифрует дневник снова. Вот. Ну, для этого, для этих сценариев, к примеру, в Windows это классические BAT файлы, в Unix это Bash скрипты, Shell скрипты, разные скрипты, также Perl, можно на Perl скриптов понаписать, много всего. И эти сценарии действительно очень часто облегчают жизнь, они позволяют пересобирать весь проект, подкачивать новые ресурсы, там, архивировать что-то, разархивировать, ну, и кучу-кучу всего. Так, идем дальше. Волшебная страна инструментальных средств. Десятилетиями поставщики инструментария и ученые мужи обещают, что создание средств, которые позволят отказаться от программирования не за горами. Первым, и кажется самым забавным случаем, присвоением этого ярлыка был язык Fortran. задумывался как средство, ну, Fortran задумывался как средство, которое даст ученым и инженерам возможность просто набирать формулы и таким образом обойтись без помощи программистов. Fortran действительно позволил ученым и инженерам писать программы, но с сегодняшней точки зрения он выглядит сравнительно низкоуровневым языком программирования. Он едва ли позволил бы обойтись без программистов, а опыт, полученный при работе с Fortran послужил прогрессу отрасли программного обеспечения в целом. Индустрия программного обеспечения постоянно разрабатывает новые инструменты, которые уменьшают влияние некоторых наиболее утомительных аспектов программирования. Детали размещения операторов исходного кода, шагов предпринимаемых для редактирования, компиляции, компоновки и выполнения программы, работы по поиску несогласованных скобок, действий по созданию стандартных текстовых сообщений и так далее и тому подобное. Поскольку каждая из этих новых средств начинает демонстрировать выигрыш в производительности, ученые мужи экстраполируют этот выигрыш до бесконечности, предполагая, что благодаря ему в конце концов исчезнет необходимость программирования. Но на самом деле каждая инновация содержит некоторые изъяны. С течением времени изъяны исправляются и потенциал инновации реализуется полностью. Однако после реализации фундаментальной концепции инструмента дальнейший выигрыш достигается путем удаления случайных трудностей, возникших в качестве побочного эффекта при создании нового инструмента. Устранение этих случайных проблем по сути не увеличивает производительность, а просто исключает шаг назад из типичного уравнения. Два шага вперед, один шаг назад. За последние десятилетия программисты видели массу инструментов, которые предположительно должны были устранить необходимость программирования. Сначала это были языки третьего поколения, потом четвертого, потом автоматическое программирование, потом визуальное программирование. Каждое из этих достижений привносило значительное улучшение. И общими усилиями они сделали программирование абсолютно неузнаваемым для тех, кто изучал его до этих нововведений. Но ни одна из этих инноваций не устранила программирование как такового. Причина в том, что программирование принципиально сложный процесс, даже при наличии хорошего инструментария. Дело не в инструментах. Программистам приходится бороться с несовершенством реального мира. Нам нужно досконально продумать последовательности, зависимости и исключения, иметь дело с конечными пользователями, которые никак не могут ничего решить. Нам всегда приходится бороться с плохо определенными интерфейсами, с другими программными и аппаратными средствами. и всегда принимать во внимание инструкции, бизнес-правила и другие источники сложных проблем, возникающие вне мира программирования. Нам всегда будут нужны люди, способные заполнить брешь между задачей реального мира, которую нужно решить, и компьютером, предназначенным для решения этой задачи. Эти люди будут называться программистами независимо от того, манипулируют они машинными регистрами на ассемблере или диалоговыми окнами в Microsoft Visual Basic. Пока у нас есть компьютеры, нам будут нужны люди, которые говорят компьютерам, что делать, и эта деятельность будет называться программированием. Когда вы слышите заявление о том, что новый инструментарий устранит необходимость компьютерного программирования, бегите. или хотя бы посмейтесь про себя над этим наивным оптимизмом. Ну и глава заканчивается и, как всегда, контрольный список вопросов. Итак, контрольный список программный инструментарий. Используете ли вы эффективную IDE? Поддерживает ли ваша IDE интеграцию с системой управления исходным кодом, средствами компоновки, тестирования и отладки и другую полезную функциональность? Есть ли у вас инструменты для автоматизации часто выполняемого рефакторинга? Используете ли вы систему управления версиями для управления исходным кодом, содержанием, требованиями, результатами проектирования, планами работ и другими элементами проекта? Используете ли вы при работе над очень большим проектом словарь данных или другой центральной репозитории, содержащей официальное описание каждого класса, применяемого в системе? Рассматривался ли вопрос использования библиотек кода в качестве альтернативы написанию собственного кода там, где это возможно? Пользуетесь ли вы интерактивным отладчиком? Используете ли вы МЭЙК или другое ПО для контроля зависимости, чтобы создавать программы эффективно и надежно? Содержит ли ваша среда тестирования инструменты для автоматического тестирования, генераторы тестов, мониторы покрытия, средства для стрессового тестирования, инструменты для сравнения и программное обеспечение для отслеживания дефектов? Создаете ли вы специальные средства, способные помочь в поддержке специальных нужд проекта, особенно инструменты, автоматизирующие повторяющиеся задания? Получает ли ваша среда преимущество от применения надлежащего инструментария? Ну и ключевые моменты. Хороший инструментарий может значительно облегчить вам жизнь. можно легко приобрести инструменты для редактирования, анализа качества кода, рефакторинга, управления версиями, отладки, тестирования и настройки кода. Вы можете создать множество инструментов специального назначения. Хорошие инструменты могут упростить наиболее утомительные аспекты разработки программного обеспечения, но они не могут исключить необходимость программирования, хотя и способствуют эволюции того понятия, которое мы вкладываем в слово программирование. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.